Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. Вы посмотрите, кто сегодня со мной тут сидит. Мне кажется, это максимально неожиданная коллаборация. Наконец-то мы с Юлей увиделись. Юлечка Пушман! Поэтому я сижу, чью... чью... пью. Когда-то действительно я записывала песню Максим, Ветром стать. Это моё криминальное прошлое. Сегодня мы снимаем офигенское видео, которое как будет называться? Было или не было? Было или не было, да. Но вопросы мы выбрали супер-мега необычные и интересные. Поэтому что вы должны сделать, ребятки? Обязательно поставить палец вверх и подписаться на наш канал. И это видео будет суперское, потому что вопросы тоже суперские. И вы писали мне их в моём инстаграме. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. В общем, сегодня мы обсудим просто офигенские темы и, возможно, узнаем друг о друге побольше, потому что мы с Юлей пока не так... Да, я уверена, что узнаем побольше. Да, мы с Юлей пока знакомы не так хорошо, как хотелось бы, поэтому это видео, я думаю, нас как-нибудь изблизит. Сто процентов. Я не знаю, какие вопросы ты там подобрала. Нормальные, интересные. Мне кажется, с тобой какая-то жесть. Ну, я уже не волнуюсь, в принципе, я уже такие темы на своём канале тоже поднимаю, разные, необычные. Поэтому я думаю, что всё будет нормально, но при этом есть небольшой страх. Вдруг что-то в твоей жизни было больше, чем в моей хотели. Да, и вдруг мы вообще... Юль, после этого видео можем прекратить общение, если нас что-то не устроило. Я это хотела. Да, да, да. В общем, ребятки, ставим лайки, подписываемся на каналы. Это видео будет очень интересное, поэтому запасайтесь печеньками, вкусным чаем, а мы можем начинать. Погнали! Ну что же, Юля, давай по очереди. Смотри, первый вопрос, который адресован нам обеим. Было ли такое, что вы когда-то убегали от полиции? У меня было. Да, ты что? Я сразу говорю, у меня было такое. Да, да, у меня было. Это вообще отдельная такая история, от которой, я думаю, все будут в шоке, но ты пока скажи, было ли у тебя такое? Нет, у меня такое не было. А какие-то отношения с полицией? Уже не было. Косячила когда-нибудь? Не-не, у меня такого не было. Единственное, что только если на дороге могли остановить, знаешь, ну это... Ой, ну это фигня, да, да, документики. А у меня один раз было такое, что мы с ребятами, вот когда я познакомилась с не той самой нужной компанией, с которой я хотелось бы, пошли пить алкоголь в парк Горького. А там ментов очень много, да. Там очень много полиции, мы как бы сидим на пледе такие, там с алкогольными напитками, и мимо проезжает и останавливается вот так в машине. Мы как подскочили, как давай бежать, они давай за нами, бегают, орут, так, ну-ка остановились. Одна девочка вообще оставила свой телефон, ей потом отдали, не только ей, а через ее родителей только отдали, прикинь, в отделении. Но я убежала, я смогла убежать, нет, я если убегу, это будет капец, да. Ну вот, ребят, видите, от первого вопроса мы уже как бы побольше и так друг о друге узнали. Давай дальше. Интересно. Было ли такое, что тебя путали с кем-то? Такое, мне кажется, было с каждым человеком. Я тебе больше скажу, у нас, вот даже если говорить про Карину Каспарянцев, у нас бывает такое, что нас путают. Ко мне подходят, говорят, Карина, я так люблю твои видео, мне. Ну типа такое было реально, и я такая, блин, спасибо, вообще так приятно. А ты не говоришь, типа, что я не Карина? А мне нравится. Нравится? Мне интересно посмотреть, как далеко это зайдет, понимаешь? Да, я понимаю. Когда начнутся вопросы, например, а когда вы с Ассоем поженитесь? Да, скоро. Я понимаю. Каких приколов? Ну правда, это давно было, но такое даже бывает. Ну то, что путают, все путают. Но мне кажется, вот так вот перепутать блогеров двух, знаешь, это максимально вот так. Да, да, да. А меня называли очень часто просто именами тех блогеров, на которых я похожа, там, я не знаю. Меня, я помню, называли, вот как ты меня сразу сравнила с Диной. У меня пару раз ко мне подходили подписчицы, говорили, Карин, как бы не Карин, а Дина, можно с тобой сфотографироваться? Бывает такое, что даже вот где-то в ТикТоке мне пишут. Я сначала подумала, что ты Дина. У меня бывали даже похуже, знаешь, не то, что просто перепутали издалека, например, лицо не узнали. У меня бывало такое, что меня называли просто по имени, но моя фамилия. То есть подписчик подходил, говорил, ой, там, Лиза Пушман. Да, 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 да. Вот у меня точно так же. Ладно, для тебя кто угодно, хорошо. Да, путали имена, путали. Это так странно, но как бы ладно. Такое бывает, так что, ну как бы это нормально, мне кажется, каждый с этим сталкивался. А вы, ребят, у вас было такое? Напишите в комментариях. Хотела сказать последний вопрос. Все, достаточно. Так, третий вопрос. Было ли такое, что вы целовались с девушкой? У меня было. У меня тоже было. У всех такое было, мне кажется. Даже у тебя, мне кажется, было. Какой-нибудь парень, который ни разу не целовался даже с девушкой. Ну. Ты его сейчас в неловкое положение поставил. Ну, просто, знаешь, типа, девушка с девушкой, еще как-то, о, нифига, девушка с девушкой. Ну, типа, парень, который с девушкой даже не целовался. Да. Ну, я целовалась с девушкой. Просто по приколу, типа, знаешь. Я помню, сливали какие-то фотки в интернете, типа, что я целуюсь с девушкой. Ты даже фоткалась в этот момент? Я фоткалась, но сливали. Это называется молодость, мои хорошие. Хорошо, да, да, я согласна. Молодость. Понимаешь? У меня уже было много классных фоток Да, но у меня, блин, мне было лет 14 Мне кажется, это ни хера не молодость Это уже детство какое-то Да не, ну молодость Блин, ну мне реально стыдно Мне стыдно за то, что такое было Но все равно, как бы я с такой улыбкой обо всем этом вспоминаю Это интересно, но не знаю Мне сейчас стыдно, сейчас бы я такое делать не стала, естественно Фоткаться или целоваться? Целоваться, ну как бы, нет, почему? По пьяни можно там У меня именно так и было Ну короче, у меня просто какая-то нюха была И понятно, там были мои подружки, друзья И мы просто, ну, целовались По приколу, по приколу Хотя сейчас я вспоминаю Немного стыдно, неловко Не, не то чтобы стыдно и неловко Типа у меня есть подружки, с которыми я целовалась Мы по сей день дружим, но кстати, это не Карина с Кариной Мы никогда не целовались, просто хочу подчеркнуть Я про косморянс, если что Хотя мы с ней постоянно угораем Мне кажется, вы с Кариной больше, чем подружки Ну как бы уже близкие Ну типа да, с ней поцеловаться было бы мне очень противно Потому что она мне как сестра Хотя вообще, в принципе, мне поцеловаться с девушкой Ну, не доставляет удовольствия И поэтому я этим не занимаюсь Но такое было, да Мы попробовали, поугарали, выпили, посмеялись И как бы забыли все Вот такой вот коллап, ребят Давайте приступим к следующему вопросу Было ли стыдно за свой какой-то поступок? Сто процентов Ну конечно Было Давай просто поговорим об этих каких-то поступках Опять же, в пример можно даже привести Вот опять же, вот эти поцелуи Ну это не то, что не стыдно Ну нет, это не стыдно Это просто типа, ну как бы Ну как бы не понравилось С него думаете Со смехом, да Ну типа да, такое А вот стыдно, это надо подумать, конечно Я просто, например, иногда Даже не иногда А в основном всегда считаюсь таким прям Прямо линейным человеком Если меня вывести из себя Вот мы даже, ребята, вне кадра с Юлей Когда разговаривали Он говорит, что как бы тоже Вот если у меня, говорит, плохое настроение То я тоже могу как бы Испортить остальным И как бы если я тоже приду куда-то В плохом настроении То у меня все У меня сразу начнется Я могу и нахамить, и накричать Бывает такое, что я сгоряча что-то кому-то скажу А потом жалею об этом И мне стыдно за то, что я наговорила Ну да, есть такое Но это, наверное, самое такое, скажем так, банальное Банальное? Да Если уж вспоминать прям Копаться за какой-то конкретный поступок Чтобы я вспомнила, что вот был такой поступок У меня так до него стыдно Сложно сказать, но могу точно сказать Что много поступков в моей жизни было За которые мне стыдно Ну как много Может там где-то когда-то там с подружкой Там поругались Или там, не знаю, друг про друга что-то говорили И как бы я понимаю, что это, ну, некрасиво Ну да Вот какие-то такие вот моменты За которые тебе стыдно Просто потому что, понимаешь, это некрасиво Это не по-человечески Это, ну, просто крыса Да, да, да Следующий вопрос Сейчас мы вообще капец как много друг о друге узнаем Била ли ты животных? Или я, или ты Слушай, у меня есть один маленький грешок Вы не подумайте, что я там какая-то... Нет, я очень сильно люблю животных Я тоже обожаю Но было такое, что я могла, типа, по попе ударить собачку Я тоже Ну, типа, мне очень стыдно об этом говорить Потому что сейчас я понимаю, например Я просто это очень поздно поняла И пришла к этому Ну, как не очень поздно А не то, что там, типа, вчера я такая А, не надо бить, оказывается, по жопе собаку Если она нагадит на кровати Ты знаешь, что это дело херануть вот так? Нет, не так А какое дело? Аккуратненько? Не, не так То есть, ну, как бы у меня было такое Просто потому, что я не знала, что это неправильно То есть в какой-то момент узнала, что если собака написала, например, на кровать На подушку и всё такое Это не потому, что она там не знает, где ей писать То есть, или если она мимо гадит Это не значит, что она не знает Просто, видимо, у неё стресс И я этого не понимала и могла за это ругать Прям, типа, кто это сделал? Кто это сделал? Ты знаешь? И мне очень за это стыдно Мне очень, ну, как бы, вот больно от этого в душе Потому что я понимаю, что это неправильно Но я никогда не била, вот прям не била Нет, ну, типа, я не настолько там Это просто, знаете, как показать, что нельзя То есть, вот так вот прям Да, типа, аккуратненько Ну, может, я бы сильнее, ну, что Да, да, да Типа, я не могу достаточную Чтобы, как бы, собачке испугаться Но для меня это всё равно, я понимаю, что, ну, как бы, не очень Но хочу сказать, что нашу собаку могла по попе ударить вот в начале только, когда не знала ещё. А сейчас уже, не знаю, ну года два, ну вот ей два с половиной, только может в начале я могла её наругать за это. То есть я, не знаю, для меня это... Когда бы хотела приучить просто. Ну да, типа да, я просто думала, что таким образом я её учу, но на самом деле это не так. Я знаю, что, наверное, в этом ничего такого нет, и многие там хозяева могут по жопе ударить собачку свою там или ещё что-то. Там за шкиртняк взять, типа кто это сделал. Ну как бы это много, многие делают, но мне за это так стыдно, и мне даже так больно об этом говорить, потому что я понимаю, что это неправильно. Я понимаю, я всегда относилась даже к людям, вот к таким... Я в детстве любила саму себя истязать в плане того, что специально там находила в интернете ролики, как издеваются над животными, и плакала сидела. Потому что, ну как бы, я не понимала для чего и зачем делают это люди, как бы. Сейчас я до сих пор не смотрела, например, тот же самый популярный фильм «Хатика», потому что понимаешь, что у меня просто сердечный приступ случится, если я на это посмотрю, да. Вот просто когда идёт речь не об издевательстве над животными, а про верность, там, про что-то такое интересное. И когда я вижу людей, там, например, тот же самый сосед, да, например, какой-то в лифте, я вижу, как он резко может потянуть собаку за поводок. Как бы для меня собаки, это, ну, не то чтобы животные, это как будто бы люди, дети. Наши малыши. Я не могу, как бы, вот на такое смотреть, когда вот люди специально как-то кричат. Мне, мне прям вот внутри становится плохо от этого, это неправильно. Так что, ну, вот ради воспитания и только ответы на вопрос таков, что да, можно иногда по попе ударить вначале. Ну, шлёпнуть, типа, ну, как бы, грубо говоря, я не знаю, 100%, мне кажется, что я и ребёнка своего смогу по попе шлёпнуть, если он будет меня не слушаться, орать. Конечно. Когда вы с ним нормально говорите, он не понимает. То есть это, как бы, в мерах, там, воспитания, да, ну, я считаю, что нормально, но главное не переходить границу. То есть не бить так, что бить, а просто, чтобы показать, что это нельзя, неправильно. Да, да. Следующий вопрос. Была ли дружба за деньги? Ради выгоды давай так. Была ли дружба ради денег, ради выгоды? Слушай, ну, я даже не знаю. Я так скажу, я уверена на 100%, что я никогда ни с кем не дружила из-за денег, там, ради какой-то выгоды. Но так, если подумать, каждое взаимоотношение, это взаимовыгодное отношение. Ну, конечно. Не обязательно, что это деньги, а просто даже опыт, там, настроение, время провести вместе. Мотивация. Мотивация, ну, да, какая-то. Ну, да, то есть, как бы, если об этом говорить, то да, то есть, так-то, по сути, мы все с кем-то общаемся ради какой-то выгоды, но это не должна быть корыстная какая-то выгода, не обязательно, это просто, может быть, там, хорошо время провести. Это же тоже выгода. Да, да, выгода ни в каком русле, такое было тоже, да. Но могу так сказать, что со мной 100% дружили из-за чего-то. То есть, со мной тоже очень много раз у меня такое было, то есть, как бы, специально из-за выгоды я это чувствовала, и, как бы, даже отношения мои прошлые, я уверена, что мой бывший молодой человек вот именно из-за этого со мной и встречался. Как бы, понятно, что симпатия, там, возможно, какая-то псевдо-любовь она была, но в первую очередь он бы, я уверена, не посмотрел на меня, когда мы начали встречаться, потому что он обращал внимание на каких-то моделей, если бы я не была блогером. Ну, это очень неправильно, я считаю. Это очень жестко, но у меня была история, наверное, больше из детства, что со мной дружили из-за чего-то, потому что, когда я стала старше, таких людей рядом со мной не находилось, поскольку я еще стала, типа, популярной, и я максимально к себе людей не подпускаю. То есть у меня, ну, типа, очень мало друзей, ну, вы их знаете, это моя мама, это мой парень, ну, как бы, Карина, да, мы с детства дружили, то есть тут понятно. Все остальные люди, с которыми я общаюсь, даже если часто вижусь, гуляю, я, ну, как бы, к ним очень хорошо отношусь, но я не могу их назвать друзьями не потому, что я считаю, что они со мной дружат из-за чего-то, а просто потому, что я не могу уже впустить свое сердечко, знаешь. Ну, как будто мне так кажется. Да, я понимаю. Ну, типа, нормально, но вот у меня история из детства, что со мной в детстве дружили из-за именно чего-то, того, что есть у меня. Например, у меня на даче бассейн стоял большой. И дружили, чтобы искупаться. Ну, типа, да, я понимаю. Я знаю это с детства, когда ты становишься популярным, у тебя это все еще усиливается, потому что ты понимаешь, что с тобой теперь будут дружить не только потому, что у тебя там в детстве был бассейн, и еще что-то, но еще и это, и ты понимаешь, что тебе это преследует всю жизнь. Но самое страшное, когда с тобой не то, что там дружат из-за чего-то, а когда у тебя начинаются отношения из-за чего-то, потому что это самое, мне кажется, болезненное, самое неприятное. Я согласна, потому что ты подпускаешь этого человека к себе слишком близко, и потом тебе больнее еще в тысячу раз, нежели чем к тебе просто приходили и общались с тобой друзья, чтобы поскупаться в бассейне. Самое интересное, что когда вы расстаетесь, он грустит не потому, что он потерял тебя, а потому что он потерял то, что типа было у тебя, знаешь. Да, да, да. Да, да. Вот так же происходит. Вот так. Да, вот такие вот дела, ребят. Тут, я думаю, можно без комментариев. Ладно, следующий вопрос. Было ли такое, что ты обозорилась перед публикой? У меня вообще... Не было. Перед публикой, не знаю, школа считается публикой. Думаю, считается. Но это жестко. Ну, давайте первое. Слушай, я даже не помню, было ли у меня что-то такое. Я помню... Ну, это даже не то, чтобы обозорилась. Тоже было в школе. У меня был такой, прям, такой сарафан в начальной школе. Коротенький. Короче, я просто сходила в туалет, и платье у меня задралось вот так просто. Ну, вот прям на самый верх. И там еще колготки вот эти с двумя полосками, они полупрозрачные, такие, знаешь, детсадовские. И как бы я в трусах и в таких парашютах, я извиняюсь. Ну, как бы в начальной школе там никакие нормальные трусы не поносишь. Я выхожу, и там мальчик, и я думаю, что все ржут. Поправляю и понимаю, что как бы, да, вот такая вот ситуация произошла непонятная. Да, вообще норм история. А что у тебя было? В туалет, говоришь, сходила. Нормально сходила? Да. В туалет. Ну... А я нет. Я сидела, это, блин, это жесткая история, которую я не рассказывала уже много лет, но когда-то рассказывала ее в своем видео, и мне мама как-то еще даже говорила, зачем ты это постоянно в интернете рассказываешь? Ну, это забавно, значит. Ну, это забавно, я не могу, но, типа, блин, я норм к этому отношусь, потому что все мы дети, все мы люди, у всех бывает. Короче, это тоже была начальная школа, во втором классе описалась. Но это было очень, как бы, грустно, и если бы, понятно, у меня были тогда мозги те, которые сейчас, я бы просто встала и пошла в туалет, даже никого не ждя, не спрашивая. Тебе наверняка учитель сказал, нет, нельзя. Она не выпускала, да, она говорила, подожди, сейчас будет звонок, подожди. Я несколько раз просто такой, ну, пожалуйста, можно выйти, мне очень надо. Она не выпускала, и... Встала бы и ушла, вот, бесит меня такое. Я знаю, в этом и фигня, а я постеснялась, типа, я маленькая, такая... У меня бесят вот такие учителя, вообще. Да, а я же такая, типа, воспитанная, хорошая девушка, у меня не разрешение, я не пойду, я буду ждать. В итоге, конечно же, я и мой маленький детки, мочевой пузырь, не выдержал. Я просто сидя за партой, я вписалась, и это был просто кошмар. И как учительница отреагировала, вот мне интересно. Знаешь как? Потом я позвонила маме, понятно, вся в слезах, она приехала, и мы сидели в отдельном кабинете с этой учительницей, с директором, моя мама и я. И моя мама говорит, типа, почему бы не выпустили моего ребенка, там, в туалет сходить. Она... Она не спрашивала. Типа, она не спрашивала. И для меня это было так, знаешь, ну, показательно. Так, у нас осталось еще целых пять вопросиков, которые мы сейчас обсудим. В пьяном виде. Видела ли вас мама? Ну, тебе, я думаю, какой она, ты можешь ответить на этот вопрос. Потому что, ну, как бы, тебе 22, а мне 17. Тут, как бы, пять лет разница, но я уверена, сейчас огромное количество комментариев будет, что я выгляжу старше Юли. Ой, я в 16 лет выглядела на 30. Сейчас, мне кажется, я выгляжу как раз на свой воздух. Это нормально. Чем моложе ты, тем больше хочешь выглядеть старше. Это нормально. Это просто нужно к этому адекватно относиться и не писать всякий вред. Потому что наверняка каждая, там, девчонка, вот, там, 16-15 лет хотела выглядеть старше. Да, конечно. У меня уже дрёстная. И это норм. Типа, у меня точно так же было. Поэтому, если тебе по кайфу, это самое главное. Да, конечно. Это самое главное всего. Конечно. Комментарий. Да, поэтому в пьяном виде, да, у меня было такое. Ну, слушай, 17 лет это вообще норм. Родители? Это не 13, там 14. Ну, понимаешь, родители только в 16 лет как бы постепенно начали мне наливать. Но они знали, что как бы, вот, помнишь, у меня, не уверена, ты даже наслышана, была такая прям репутация кусовщицы. Я постоянно ходила по клубам, постоянно как бы с алкоголем, постоянно вот такая вот всякая фигня. Как бы родители, они спокойно к этому относились, потому что пьяная, я никогда домой не приходила и пила немного. Потому что, ну, это как бы, ну, ненормально приходить в щи, в дрова, это как бы, что вообще такое. Ну, и вот иногда на день рождения мне родители подливали, и сейчас я тоже могу, да, иногда как бы выпить бокальчик, там, вина с ними. Но так, чтобы пьяные перед мамой, ну, это как бы, я просто, это, на голодный желудок при маме, когда мы пили шампанское. Она думала, что я пришла как бы с ресторана, поевшая, я как бы целый день ничего не ела, еще алкоголь и все. Я сижу, она говорит, что с тобой? Я говорю, мама, можно я в комнату пойду? Это вообще трэш. Ну, мне кажется, знаешь, в этом плане, уважаю, когда родители разрешают, типа, выпить ребенку дома. Ну, конечно. Лучше ты выпьешь нормальное то, что мы купим, там, хорошее шампанское, допустим, да, вот типа того. Чем-то пойдешь в подъезд пить какую-нибудь фигню. То есть, ну, как бы это тоже нужно понимать, если вдруг, там, кто-то нас смотрит, у кого есть дети, там, маленькие, все такое. Если ребенок хочет, а он обязательно, блин, ребенок, который хочет прогулять в школу, он пойдет и прогуляет в школу. Ребенок, который хочет выпить, покурить, он пойдет, покурит, выпьет. Я так считаю, лучше мы вместе посидим, покурим, знаешь, чтобы ребенок понял, что это фигня. Лучше мы вместе сядем, выпьем шампанского, чем он будет в подъезде пить какую-то дрянь. Да, да, да. Молодость, она тоже должна быть просто, имейте мозги. Да, да. Ну вот, кстати говоря, о молодости, поцелуи в подъезде. Блин, ну тут вопросы детские. Нет, было или нет, я одну-то знаю. Ну, у меня, естественно, тоже было. Просто многие, вот я даже, когда задавала такие вопросы зрителям один раз, вот в сторис, многие говорили, нет, такого не было, как можно. Ну, как бы поцелуй на улице. У меня вот близкая подруга, например, мы 11 лет общаемся, а у нее никогда не было поцелуев в подъезде. Отношения были три раза, вот. Слушай, ну так ты говоришь, типа, подъезд, это что-то такое, типа, эксклюзивное, где обязательно много поцелу. Эксклюзивное. Не, у меня, конечно, ну слушай, блин, когда у тебя есть парень, и вы, например, вместе, там, ну, понятно, смотря сколько тебе лет, потому что если ты живешь с родителями, то, конечно, вы не будете, там, подниматься домой, наверное, да, в каких-то, там, случаях не будете стоять, там, в коридоре целоваться при маме, там, с папой. Ну, допустим, поэтому есть, Варик, поцеловаться в подъезде, он тебя проводил, ну, все, пока, я пошла домой. Ну, допустим, конечно, вот у меня как раз таких историй, ну, как бы, не то, что много было, но вот был мальчик в школе, когда мы встречались, он провожал меня до дома. Ну, конечно, в подъезде, что на улице есть, и зима холодно, и зачем? Вот, я очень часто грелась вот с парнем, который мне был симпатичен в подъезде зимой. Вот такая вот романтика. Пополтать-то хочется, а домой как-то стремно идти вместе с родителями, ну, а что, где теперь уж? Следующий вопрос. Хотели ли вы сделать гадость бывшему? Да, у меня было такое, ну, как бы, это только мысли, я никогда сама не делала никакие гадости. Максимум, вот, в лет 13, когда у меня были вот такие вот первые чувства, когда я уже начала понимать вообще, что это такое хотеть находиться рядом с человеком, и, как бы, этот мальчик меня отверг, просто сказал, что, как бы, у меня неинтересно с тобой общение, я закидала ему яйцами его дверь. Нифига, ты жёсткая. Сняла это на камеру, и всё, и ушла. Я не говорила, что это я была. Вот такие вот дела. Блин, я не знаю, мне кажется, что не хотела я, наверное, делать какую-то гадость. Если говорить про отношения, там, вот, в таком возрасте, в котором я сейчас, там, даже если говорить про моего бывшего, молодого человека, я никогда не хотела, там, гадость какую-то сделать. Наоборот, я всегда хотела, чтобы у человека всё было хорошо, чтобы всё получилось, чтобы он был счастлив, чтобы он встретил своего, там, другого человека, да, который он полюбит. Ну, как бы, если ты с этим человеком долгое время, как бы, находилась в каких-либо отношениях, то зачем, как бы, потом что-то говорить, да? Да, просто видишь, все люди разные, и, там, например, мой бывший хотел мне какую-то гадость сделать, он даже об этом, как бы, открыто говорил моим знакомым друзьям, он, как бы, ничего не сделал, но, как бы, хотел. А если и сделал, то только на словах, как он подносил. Ну, я не знаю, насколько это правда, просто мне рассказывали, там, знакомый, то, что он хотел, типа, поджечь мою машину. О, боже мой, это идиотизм полный, это, знаешь, вот, какой-то... Слушай, это вот сейчас мы так говорим, идиотизм, но, как бы, он, слава богу, нормальный, да, всё взглобой в порядке, скажем так, потому что, вот, даже по телеку недавно была вот эта передача о том, что пришёл парень, просто застрелил свою бывшую девушку, её семью. Ну, то есть... Ну, это умом тонутый, наверное. Да, то есть, и, как бы, тут, вроде, как бы, и смешно, типа, поджечь машину, ха-ха-ха, но, с другой стороны, ты никогда не знаешь, что в голове у человека в реале. Конечно. То есть, ты можешь жить с человеком много лет, думать, что вообще всё круто, потом вы расстанетесь, и он будет тебя преследовать, там, или ещё что-то такое. Хотите узнать, типа, с кем вы живёте, расстаньтесь с этим человеком, чтобы вообще понять, кто он. Я согласна полностью. Есть такая фига. Больше вы никогда в жизни от человека об этом не узнаете, только тогда, когда вот с ним расстанетесь и поймёте, как он поступает по отношению к вам. Вот, как бы, одно дело забьёт, другое дело нормально примет и скажет, хорошо, я тебя люблю, как бы, желаю тебе тогда удачи, раз ты приняла такое решение. Или вы обоим. Такого, мне кажется, это так редко, потому что, знаешь, в начале, первые два дня, я тебя люблю, ты была самым лучшим в моей жизни, ты пошла нахер. Да, 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 кто ты такая вообще? Ты не утожество. Вот у меня так же было, как бы. Да, у меня тоже. Чё ты? Первые три дня, слушай, давай вернём отношения, пожалуйста, потом. А кто это? Не, у меня ничего не хотела возвращать, просто, типа, у меня весь телефон в фотках вместе с тобой. Да, 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 потом история, я их удалил. Вот такое чё-нибудь. История, фу. Да, дебилизм. Ну ладно, и последний на сегодня у нас вопросик. Встречались ли вы с парнем, который не нравился для того, чтобы вызвать ревность у другого? Я не знаю по поводу вызвать ревность у другого, но я встречалась с парнем, который мне не нравился. Не знаю зачем. Я тоже, я тоже, у меня было такое. Но именно вызвать ревность? Самые первые вот такие, знаешь, псевдоотношения. Вот у меня тоже, да, типа в 4-15 лет. Да, в этот момент мне просто нравился мальчик другой совершенно, и как бы я хотела ему показать, что я от него не завишу, а он знал, что он мне симпатичен. И как бы я специально перед ним гуляла с другим, и это как бы, можно сказать, что да, у меня было такое. У меня, возможно, тоже примерно, вот типа как ты рассказываешь, было, просто я не уверена на 100%, на сколько именно я хотела показать тому мальчику, который мне нравится, что тебе вот смотри, у меня есть другой. Но я просто помню, что я встречалась с мальчиком, который мне максимально не нравится, и даже когда мы целовались, я думала, господи, зачем я это делаю? Противно, да. Просто ради галочки внутри себя, что у тебя есть парень. Но это тоже опыт. Да, кстати, тоже. Зато потом сейчас как бы такого, ну, как бы нет, слава богу. Ну и вот на такой чудесной ноте, ребятки, мы заканчиваем сегодняшнее видео. Как я и была уверена в начале, мы узнали очень много нового друг о друге. Вот, поэтому, если вам тоже понравилось это видео, ставим лайки и подписываемся на наши каналы по ссылочке. Чтобы подписаться на мой канал, нужно всего лишь нажать на красную кнопочку и магии подписки превратить ее в серую. Ура! Вот, ну и мы вас любим, спасибо вам огромное за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok